Ваш совет, конечно, прекрасен, но посоветуйте его лучше себе. На этой неделе в Госдуме наконец-то начали называть вещи своими именами, причем нисколько не стесняясь в выражениях. И если раньше на очевидность нам только намекали, то теперь то же самое раздают в виде руководства к действиям. Но о чем это я расскажу прямо сейчас. Это Вести Бескиселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Не так давно Росстат обнародовал шокирующую статистику, согласно которой половина россиян не может позволить себе ничего, кроме еды и одежды. А еще 14%, как оказалось, не имеют средств даже на одежду, работая исключительно за еду. Так вот на этой неделе депутат Милонов заявил, что ничего страшного в этом нет. И россияне просто не знают, где можно неплохо так обогащаться. Обогащаться, причем не только едой, но и одеждой. Свою мысль он красиво завернул в обертку под названием «бездумное потребление» и призвал население страны остановиться и научиться уже, наконец, потуже завязывать пояса. Ну, то есть не покупать в магазинах все новое и красивое, а донашивать за теми, кто это новое и красивое превратил в бэушное и несвежее. Да-да-да-да, и я сейчас не шучу. Причем привести свой план в действие Милонов предлагает с помощью установки в крупных городах России специальных столов или ящиков, куда можно будет принести свою старую одежду. Нет, справедливости ради отмечу, что идея, в общем-то, здравая, но высказана крайне криво, потому как, ну, я не представляю, а как это, когда вся Россия в обносках? То есть, по мнению Милонова, право на новую одежду должны иметь только властимущие, и то только потому, что их показывают по телевизору, а для всех остальных сойдет и так? Ну, как бы с этим я совсем не согласна. Но здравое зерно в идее все же есть, ведь помимо больших городов в России есть куча маленьких, где, возможно, и пригодилась бы одежда, которая стала мала или просто потеряла актуальность для своего обладателя. Но это больше смахивает на помощь нуждающимся и ничего общего с разумным потреблением не имеет. Да, и, кстати, сама идея тоже не нова. Вот в Екатеринбурге, например, во многих районах уже установлены специальные контейнеры, куда каждый желающий может принести свою ставшую ненужной одежду. Специальные белые контейнеры принимают не только текстиль, но и обувь, сумки и даже игрушки. Поэтому популизм, разводимый этим депутатом Госдумы, это не что иное, как попытка имитировать бурную деятельность. Ну или возможность подготовить нас к тому, о чем мы еще даже не подозреваем. Родные мои, понимаю, как вам нелегко, но сейчас нужно еще потерпеть. Потерпеть и перестать терпеть навсегда. На этой неделе представитель Газпрома, а именно замгенерального директора Газпром Инвест Илья Козлов, заявил, что России жизненно необходимо отказаться от спасения умирающих, умирающих моногородов и поселков. Ну типа на их поддержание у нас нет даже человеческих ресурсов, а огромных финансовых вложений они требуют. Поэтому, говорит Козлов, целесообразнее направить свое внимание на крупные города, их развивать и их финансировать. Это-то да, но чем провинились маленькие города и их жители? Ведь они не виноваты, что не имеют городообразующего предприятия. И это как раз-таки задача власть имущих сделать так, чтобы ни поселок, ни население не вымерли от отсутствия продуктов, образования и медицины. Тем более, насколько мне известно, сейчас наоборот идет активное развитие предложения Матвиенко по заманиванию молодежи в села, поселки и небольшие деревни. Там вроде как даже работают программы «Земский доктор» и «Земский учитель», в рамках которых молодым специалистам выдают финансовое вознаграждение и бесплатное жилье. Ну так, по крайней мере, говорят по телевизору. Так кто же тогда дал Козлову возможность высказать свое мнение и одним предложением обнулить все сказанное госпожой Матвиенко? Ну вот пока не ясно. Но я так полагаю, что «Газпром»-то точно знает, кто в России богатый, а кто на селе горбатый. Впрочем, не исключаю, что сбываться мечты совсем скоро перестанут и у самого «Газпрома». На этой неделе стало известно, что предприятие возглавило рейтинг самых убыточных российских компаний по версии журнала Forbes. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник. Чистый убыток корпорации составил 583 миллиарда рублей. И не сказать, что это похоже, начало конца уже невозможно. Ну, потому что какие эмоции раньше у вас вызывало слово «Газпром»? Ну, давайте по чесноку. Это было что-то на богатом. А теперь? А теперь это факап дня. Это пустые трубы, это незаключенные контракты, это потерянные деньги. И в лучшем случае это поклон Китаю, который, как по классике, то буду, то не буду. Но, друзья, новость эту я вам озвучиваю не с целью какого-то там злорадства, а ради надежды. Ведь если наш «Газпром» не нужен Европе, то значит что? А правильно, он нужен России. Так почему бы Миллеру не переориентировать все свои ресурсы на газификацию отдаленных уголков страны? Все польза, людям комфорт, деньги не на ветер. Вот я прям уверена, что подсказываю хорошую идею. Главное успеть ее за мной записать. Ну и выделить на это дело денег. А они у нас точно имеются. И я знаю, о чем я говорю. А теперь будете знать и вы. На этой неделе наш политический истеблишмент решал главный финансовый вопрос страны. Кому, за что и сколько отсчитать. И знаете что? Более 330 миллиардов собираются дать средствам массовой информации. Но, как вы понимаете, точно не нам. Ну, потому что говорить правду и подвергать критике и анализу то, что не должно выплывать на поверхность, нынче не патриотично. Нынче модно смотреть Соловьева. Поэтому в 2025, 2026 и 2027 годах его одноименная программа Соловьев Лайф будет получать из бюджета по полтора миллиарда рублей в год. То есть 125 миллионов в месяц. Вы представляете, сколько правды можно купить на эти деньги? Но государство почему-то решает, что Соловьев нужнее. Ты дебил? Нет, дебил ты! Мы дебил ты, кончили. Так, пшел вон. Пшел вон отсюда. Вон отсюда пшел. А если будете орать, я подойду и по бачке врежу так, что голосовые светки провалятся в пятую точку. Но отличится в финансовом плане последующих лет не только Соловьев. В пояснительной записке к новому проекту федерального бюджета говорится и о возможности предоставления кредитов так называемым дружественным странам. Всего Россия планирует раздавать примерно по 5 миллиардов долларов в год. В рублевом эквиваленте за три года это чуть более чем полтора триллиона рублей. Такие кредиты, как утверждают известия, укрепляют позиции нашей страны на мировой арене и обеспечивают длительное поступление в казну. Но это на словах. А на деле. То прощаем Африке 20 миллиардов долларов, то рефинансируем долг Беларуси. Кстати, именно страна Лукашенко на сегодняшний день имеет перед нами самый большой долг. Более 8 миллиардов долларов. Около шести задолжал Бангладеш. Почти четыре Индия, около двух Египет и полтора Вьетнам. Но собираются ли эти страны возвращать наши кровные, пока не ясно. Ведь берешь-то чужие, а отдаешь-то свои. И часто очень неохотно. Но со многими из должников у нас, как говорят официальные СМИ, что-то типа сотрудничества. В Турции, например, мы строим первую атомную электростанцию, стоимость которой оценивается в 22 миллиарда долларов. Нечто подобное с 2017 мы возводим в Бангладеш. А еще в заявках на АЭС, Иран, Египет, Венгрия и Китай. Кстати, для Ирана помимо АЭС мы собираемся строить и железную дорогу стоимостью в 1 миллиард 600 миллионов евро. Но есть нюанс. Собственных средств у Ирана только 300 миллионов. Остальные деньги мы дадим заказчику в кредит. Вот такая вот арифметика. Сами строим, сами себе и платим. Ну и последнее на сегодня. Я каждый раз, когда читаю новостную ленту, обещаю себе найти что-то позитивное и продемонстрировать это позитивное вам. Но каждый раз как-то не везет. И мое умение отыскать второй смысл в сказанном и сделанном берет верх. Но я все-таки попытаюсь. Итак, на этой неделе в Думу внесли 5 законопроектов о миграции. Если они все вдруг заработают, то молодые девчонки в желании избежать изнасилования со стороны киргизов больше не будут прыгать с шестого этажа, как это было в Санкт-Петербурге. Но сейчас не об этом. Сейчас о вкусном. Озвученный законопроект обещает, что теперь незаконное нахождение мигранта на территории России в случае совершения им преступления станет для него отягчающим обстоятельством. Также организация незаконной миграции станет особо тяжким преступлением, наказание за которое теперь будет начинаться от двух лет лишения свободы. Раньше этот срок мог быть даже условным, потому как нижняя граница санкций установлена не была. Помимо этого будет введен штраф в размере до полумиллиона и лишение права занимать определенные должности. А если преступление мигрантам совершается с целью сокрытия другого преступления, то от пяти до десяти ему уже не избежать. Но самое интересное во всем этом, на мой взгляд, другое. 1 октября депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий конфискацию имущества за организацию незаконной миграции. Ну, типа, почему это в России должен расти только ее уровень и количество приговоров по ней? Пусть растет и качество, да так, чтобы сама незаконная миграция стала экономически невыгодной. И это, друзья, не может не радовать, особенно если все это реально заработает. Вот такой вот была эта неделя. Но это далеко не все новости, о которых я хотела вам рассказать. Потому как второй выпуск российской действительности ждет вас только на нашем канале Ермак Медиа. Переходите по ссылке в описании и будем знакомы. И да, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Сейчас у нас не так много подписчиков, но наш главный редактор Николай Ермаков пообещал грандиозный розыгрыш, если мы достигнем цифры в 3 тысячи. Ну, а на этом у меня все. Увидимся ровно через неделю на этом же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok